Ну и пусть Будет нелёгким мой путь Тянут ко дну боль и грусть В прежних ошибок грусть Юрий Лоза, поэт, певец, композитор. Пожалуй, самый цитируемый исполнитель последнего времени. Иногда кажется, что некоторые представители средств массовой информации специально ищут любые комментарии певца, дабы, пользуясь откровенностью интервьюера, спровоцировать новую волну критики со стороны читателей и слушателей. Но артист не сдаётся, верен себе и честно отвечает на вопросы. Мы такие же пользователи интернета, как и все остальные. Те сплетни, которые гуляют вокруг Ашхина, вы их можете как-то прокомментировать? Вот вся эта чертовщина, которая мелькает, и как на неё реагировать? Ну, журналисты не всегда порядочные. Вы понимаете, журналистское братье тоже разнородно очень, разношерстно. Есть люди, которые адекватные, а есть люди, которые пытаются сделать себе имя или пропиариться на тех, кого они интервьюируют или тех, кого они перепечатывают. Мне звонят, как вы думаете, Панайотова стоит послать на Евровидение? Я говорю, он хороший парень, замечательно, только ему надо песню написать на русском языке, чтобы она была, чтобы он не ставит перед ним задачу победить и вообще сделать его более таким, чтобы он не ассоциировался как кавер-исполнитель, чтобы у него был нормальный такой материал свой, который был только чисто его. Выходит статья с заголовком вчера, Лазабургал Панайотова. Я звоню, связываюсь с руководством, говорю, ребята, найдите в этом интервью одно ругательное слово, хоть что-нибудь, что может было... Ой, вы знаете, вот человек, который пишет заголовки, он как бы не врубился. Я говорю, так может быть, не держать таких людей на работе? Может, гнать их нахрен? Потому что это получается бред сивой кобылы. Я говорю одно, а выходит совершенно другое. Как я могу прокомментировать, если ничего из того, что я, допустим, в некоторых изданиях, ничего из того, что я говорю, не подается в том виде, в котором было сказано? И в связи с этим, да, я сразу вспоминаю все эти шутки вокруг Урганта, вокруг Моцарта. То есть это все вырвано из контекста. Нет, смотрите, с Ургантом, Моцартом совсем другая история. Я не знаю, почему Ванька на меня взялся, это и личное его дело. Ну, мало... Ну, как хочет, он как хочет ко мне относится, дело не в этом. Но когда я прихожу на какой-то эфир, и мне интервьюерша также стоит, говорит, а почему над вами все ржут? Я говорю, кто сказал, что ржут? Ну, вот, Урган ржет. Я говорю, Урган-то работа такая. Если он выйдет и скажет, что у него умерла собака, у него весь зал будет ха-ха-ха говорить, потому что они проплачены все это. То есть вся массовка эта, она будет ржать со страшной силой. Это как юмор. Поэтому любое его слово тут же там голос за кадром начинает, знаете, смех за кадром. Я говорю, а то, что сел Мацуев и сыграл мои произведения вместе с произведением Баха, то это называется калаш, папури. Это называется как угодно. Значит, мы всегда это делаем. Значит, мы пытаемся найти, да, ноты, написанные замечательным композитором Юрием Лозой в классических композиторах и произведениях. Там что-то про Моцарта было что-то сказано? Моцарт, конечно, Моцарт. Давай начнем с Моцарта. На. Да. Прекрасно. Совершенно замечательно. Все. Прекрасно. Ну, все. Это просто, значит, по мотивам каких-то произведений собираются они вместе по настроению. Это ничего смешного в этом нет. Вся весь смех в том, что рядом стоял и ржал Ургант. Если для вас это показатель, то он может ржать по любому поводу. Он может ржать над упавшей бабушкой, допустим. Вы будете тоже говорить, что это смешно? То есть, на самом деле, ничего смешного Мацуев не сделал. Он просто взял оригинальные произведения Лозы, Баха и Моцарта, связал в одно общее целое и сыграл их вместе все. Ну и что? И что в этом смешного? Юмор-то в чем? Оказывается, самое смешное, что люди не врубаются, что у юмора тоже есть свои законы. В то время, когда мы ездили с Александром Ивановым совместные по этой поездке, всякие разные, когда я еще работал как автор-исполнитель, я говорю, Александр Александрович, скажите, что самое главное в искусстве пародии? Он говорит, главное найти то, что можно пародировать. Это очень сложно, чтобы то, что ты пародируешь, было достойно пародии. Потому что, как правило, у нас не профессионалы вроде Урганта, вот там самодеятельность, они пародируют то, что не достойно пародии. Плод не смешная песня совсем. Она многим спасла жизнь, она преисполняется на десяти языках. Недавно сейчас треть миллиона лайков получила англоязычная, американская версия. Она стала самой популярной песней прошлого века с точки зрения телезрителей. Ты можешь над ней хохотать сколько угодно, но песня-то хорошая. Я, кстати, сегодня буквально узнал, что песне «Плод» в этом году исполняется 35 лет. Да. 35 лет вы ее уже исполняете. Да. Если песня живет 35 лет, если я получил, ну, я не знаю, сколько добрых слов по поводу этой песни, то можешь смеяться над ней сколько хотите, но смешного-то на самом деле в ней ничего нет. Но то, что он стоит и ржет для кого-то, это показатель, что песня смешная. Я говорю, ты песню слышал? Нет. Ну да, с этой же песней уже сменились многие поколения романтиков. То есть, каждым, каждые появляются новые 16 лет, и они эти песни исполняют. Ну, давайте поржем над чем-нибудь, что, над «Темной ночью» поржем. Ну, песню нифига себе поют уже 100 лет. Песня «Темная ночь». Вот смешная песня. Юрий Дуаринович, еще такой вопрос. Я помню себя в 16 лет, и помню песню, ну, в общем-то, «Шлягер». «Девочка сегодня в баре». То есть, когда-то вот она гремела со всех танцплощадок. Как вы с ней шли по своей музыкальной горе? Девочка сегодня в баре, девочке 15 лет. Рядом худосочный парень на двоих... Я с ней дошел до сегодняшнего зала. Сегодня она будет звучать здесь. Песня такая же, нормальная песня, как любая другая. Эта зарисовка у нас сделана почти с натуры. Конечно же, безусловно, в каждой песне есть я. Сейчас, когда слушаешь эти песни, они настолько безобидные. После того, как у нас вот эта эпоха вседозволенности 90-х, когда выходили ребята и по первому каналу пели «Мы хотим тебя втроем», то, конечно же, все эти песни стали совершенно по-другому воспринимать. Но тогда это был гром. Восьмидесятых. Тогда это был гром. Всему свое время. Настоящих поклонников вся эта шумиха вокруг кумира не останавливает. Залы по-прежнему полные, а песня «Плод» с удовольствием путешествует по концертным залам и саундтрекам к фильмам. Субтитры создавал DimaTorzok